Товарищи, сегодня исполняется 149 лет с дня рождения Владимира Ильича Ленина. Наш митинг посвящается этой дате, этому событию. Владимир Ильич Ленин родился в сегодняшний день 149 лет с дня рождения Владимира Ильича Ленина. Это был гений революционного пролетариата и всех, кто я сейчас жил. Мария Ильич Ленин. Ленин был продолжателем дела Маркса Ильича. Ленин был основателем и вождем большевистской партии и коммунистического интернационала. Ленин был первым в мире председателем правительства рабочих и христиан, председателем шамаркома Совета народных комиссаров. Сегодня мы открываем митинг, посвященный этой дате. Слово для выступления предоставляется первому секретарю Министической партии Российской Федерации и, может, в окрае Магачева и Анатолия Николаевича. Уважаемые товарищи, земляки-приморцы, мы сегодня с вами отмечаем день рождения гения, великого человека, родившегося на русской земле, который сумел сделать так, что благодаря его идеям сегодня под красным знаменем развивается половина планеты Земля. Ведущие державы мира, социалистический Китай, Куба, Корея, Венесуэла, Латинская Америка, Вьетнам, половина стран Азии живут под красным флагом. Он сумел дать миру то, что не могли дать правители до этого. Пророки, Мухаммед, Иисус, Будда, они говорили о том, что надо построить Царство Небесное на небе. А Ленин человек, человек, а не пророк, предложил построить Царство Небесное на земле. Где человек человеку брат, а не волк. Где хлеба горбушку иду пополам. Именно благодаря его гению, его идеям о братской справедливости, о солидарности между народами, мы смогли выиграть Великую Отечественную войну. Потому что в окопе никто не делил себя на русского и нерусского. Там вместе сражались бок о бок узбеки, киргизы, татары, русские и украинцы. Он сумел создать уникальную державу, о которой сегодня Стасальгию вспоминает, вспоминает каждый советский человек, о которой горюют во всем мире, на всем земном шаре. Благодаря его идеям родилось целое поколение. Поколение победителей, поколение созидателей. Благодаря его идее простой парень, сын плотника и той ярки, Юрий Алексеевич Гагарин, сумел увидеть планету Земля с вершин космоса. Вдумайтесь, в годы царизма мог себе позволить сын плотника и той ярки полететь в космос? Конечно же нет. Так получилось, что Ленин не угадал одного, что в партии могут проползти ренегаты. Те, кто в конце концов изнутри под подлой личиной стал разваливать КПСС и Советский Союз. Но его кений еще запрещался в том, что он создал такую идеологию и такую партию, что даже в условиях буржуазии, в условиях капитализма мы все равно сопротивляемся с вами. Сопротивляемся несправедливости, сопротивляемся капиталу и человека ненавистической идеологии, которая сегодня представлена как государство образующее во многих капиталистических странах, в том числе и в России. В этот день мы не только вспоминаем Владимира Ильича добрым словом, мы говорим о том, что идеи Ленина живы, и не только память о нем, но прежде всего идеология, ее защита, наши победы, это главная память о Ленине. Да здравствует великий гений человечества Владимир Ильич Ленин, да здравствует коммунистическая идеология, созданная им, да здравствует коммунистическая партия. Ура! Слово предоставляется первому секретарю Треморской организации Министической коммунистической рабочей партии Виктору Николаевичу Виктору Николаевичу Ельичу Виктору Николаевичу Виктору Николаевичу Деятельностью и рождением Ленина, тем значение этой исторической фигуры, гения революции, все выше и актуально. Историческую оценку очень метко выразил пролетарский поэт Майковский. Ленин – это наше знамя, наше сиво и оружие. Всего шесть ленинских слов перевернули мир. Фабрики рабочих, земля крестьянам, мир народам. И эти крылатые слова, которые выразили всю суть жизни простого трудового народа России, стали знаменем, стали силой, стали оружием. И простые рабочие, сплотившись, слившись в организацию, в КВАС, в партию большевиков, взяли у вас свои руки. И это ленинское знамя, эта сила не просто взяла в вас свои руки, она воплотила ленинское, вот это крыватая, пулеметом, строчащая, короткая строка рабочим. Рабочим. Фабрики, крестьянам, землю, мир народам. Это знамя, это сила и это оружие вывело Россию из кровавой империалистической войны Первой мировой войны. В результате четыре империи ушли в небытие историческое, а вместе с ними остатки феодализма. Под этим знаменем шел советский народ, сплоченный в государственность, СССР. И это знамя находилось в партии большевиков, в руках у ученика Владимира Ильича Ленина, Иосифа Гиссарионовича Сталина. И это знамя, и эта сила остановила коричневую чуму. И вот сегодня мы с вами живые свидетели того, что ленинское предупреждение, не остановив восхождение капитализма на его высшую точку, империалистическую, грозит катастрофой для народов мира. И сегодня мы с вами свидетели того, что на границах СССР бывшего, которого не стало в результате предательства и развала, уже маршируют фашистские отряды. Уже войска НАТО на границе нынешней России. Сегодня Россия все больше окружается кольцом подобных фронтов, как были в годы интервенции 18-22 год. Сегодня можно добиться мира и восхождения к миру только путем развития демократии, развития инициативы рабочих и крестьян. Только этим можно остановить движение и балансирование капитализма на грани войны. Сегодня капитализм – это угроза миру. Сегодня балансирование на грани войны – это угроза всем народам мира. И суть этого – принципы, которые исповедуют и воплощают в жизнь олигархические режимы. А для него принцип – тот, который у головы вот этой гидры империалистической Соединенных Штатов. У Америки нет друзей, у Америки есть свои интересы. Вот что движет этой гидры. И сегодня попытки нашей нынешней власти и режима в массы заменить вот эту строчку «нет друзей» на наличие партнерства. Оно не может привести к миру народы, планеты. Оно в лучшем случае может только достичь какого-то временного соглашения. А основой мира может быть другой принцип – человек человеку товарищ, брат. Другой же принцип американский, который говорит, что каждый помогает себе сам, а остальным – дьявол. В переводе на русский язык это означает «человек человеку волк». По такому принципу мы получаем то, что получаем. Это война сегодня и в Сирии, и на Корейском полуострове, и сегодня в Африке, в Латинской Америке. Весь мир потрясен кризисами, войной, угрозой развязывания не просто войны, а третьей мировой войны. Но этому не бывает. Поэтому мы сегодня требуем, чтобы спасение в развитии демократии, в развитии рабочей инициативы, труда, направления его на созидание были живы, были знаменем нашим. И когда мы пойдем 9 мая в этом бессмертном полку, то это будет, обратите внимание, мы давайте донесем до молодежи, что вот оно, ленинское знамя, вот он фундамент, тот, который приводит к победе и к миру. Это наши отцы, наши деды, которые подняли знамя победы и установили мир на земле. Вот что такое ленинское знамя. Мы требуем сегодня от Путина, чтобы в ответ на санкции и на ужесточение международной обстановки, руководствовались иным. Мы требуем, чтобы признаны были республики ДНР и Эвеннер, чтобы утихла вот эта бракоубийственная война на Украине, которая все больше втягивает в эту орбиту и интересы России, ее безопасность. Мы требуем, чтобы те санкции, которые нам накладывает буржуазия, империалистические западные державы, как это было недавно с предприятиями Дерипаски, не оказались в руках и под влиянием иностранного капитала. Они должны быть национализированы, они переданы под контроль иностранного капитала. Они должны быть базой для создания народных предприятий, для установления народного контроля над производством. В этом сегодня дорога к миру безопасности. Мы требуем, чтобы банковский капитал и Центробанк наш избавился и был избавлен от влияния Международного валютного форда, чтобы не его русли, политики, выжимания соков из России, а была свободной наша денежно-финансовая система и служила народу. Мы требуем, чтобы судебная система сегодня приходила и на полицейские режимы, и на полицейские методы, а на демократические. И реформирована в плане выборности судей, установления института или возвращения института народных заседателей против единого человека судейского в решении всех насущных вопросов. Но должны быть защищены права простых людей, которые могут достучаться до чиновничьего и бюрократического аппарата государственного нынешнего и подпадающего под кодекс о административном судопроизводстве. Для этого и должен быть институт народных заседателей. Только развитие демократизма, только развитие инициативы трудящихся позволит стать Россией сильной. Перевод на плановую экономику. Мы сегодня будем бороться и призывать людей высшее знамя социализма, высшее ленинское знамя победы. Да здравствует марксизм-ленинизм, да здравствует социалистическая революция. Ура, товарищи! Ура! 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 Спасибо! Слово предоставляется Куликову Галлию Петровичу Севердарю Приморского комитета Партии Российской Федерации. Ура! Ура! Владимира Ильича Легина. Потребовалось три революции подряд, чтобы народ пришел к необходимости социалистических преобразований и строительству социалистического государства. И это все прямая заслуга Владимира Ильича Легина и его партии большевиков. Только социалистическая революция смогла спасти Россию от угрозы разложения и колонизации. Трудные годы пришлись на послереволюционный период. Это и постоянные нападки внешних врагов, это и внутренняя реакция, которая пыталась не допустить социалистические преобразования. То, что курс, который разработал Ленин и его ученики, был правильный, был доказан. Доказан не только теоретически, но и практически на фронтах Великой Отечественной войны, из которой мы вышли победителя. И талантливый ученик Ленина, Иосиф Смеченович Сталин, который застал Россию лапотную, оставил ее на атомной и ракетной. К сожалению, многие явления социальной жизнью изменяются. И те кадры, которые пришли к управлению в послесталинское время, не оказались на высоте тех требований, которые предъявляла история России. Шаг за шагом за воевание социализма отдавались и разрушались. А Горбачев и его клика, не найдя выход из сложившегося положения, открыто приступила к капитализации. Они забыли вывод Ленина о том, что империализм, который господствовал и сейчас еще господствует в мире, это умирающая стадия капитализма. И вот эту умирающую форму они сегодня пытаются приспособить к России. И каков же результат? А результата здесь, товарищи, нет. Никакого. Россия с второго места в мире переходит на последние места. И хотя поставлю вопрос о том, что в ближайшие годы Россия должна занять пятое место в мире, это очередная болтовня и обман. Потому что те темпы, которые демонстрирует экономика, не позволяют нам не только закрепить свое положение в десятки государств, но и отстать от движения наиболее разных стран мира. Поэтому и сегодня назревает кризис. Кризис в экономике, кризис в промышленности, кризис в социальной сфере и кризис власти. Не случайно сейчас правящая партия «Единая Россия» занимает примерно 25% поддержки населения. Падает авторитет президента. А это приведет к тому, что страна вновь встает перед проблемой выбора пути развития. И я думаю, от нас с вами будет зависеть, куда продолжит путь свой в Россию. Или по-прежнему влачиться в конце передовых стран, пытаясь двигать вперед тележку капитализма. Или снова вернуться на современный автомобиль социализма и обогнать передовые страны с помощью социалистической экономики. Благодарю за внимание. Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны. Привет, Симон Иванович. Дорогие товарищи, нас мало, но мы в тельняшках. И каждый раз мы с вами, стойкий народ, собираемся в этом историческом месте у памятника Владимира Ильича Олегина. По случаю рождения нашего вождя. И действительно, можно говорить до самого утра, вспоминать о том, что сделал для нас Ленин, что сделала социалистическая республика марксизм-ленинизм. Ленин еще с малых лет, из юношеских их лет, изучил марксизм и продолжил марксизм, и стал марксизм называться марксизм-ленинизм. И действительно, люди старшего поколения помнят, как мы жили при социализме, что было бесплатное обучение, образование, лечение, закончил институт, техникум, училище, тебе дают работу, общежитие, и все было бесплатно. И работа, и все было. И, однако, если говорить о тех достижениях социализма, то хорошо, но нельзя не сказать, почему же мы сейчас привыкли и присоединились к делу капитализма. Бабушки, дедушки, которые вместе работали и воспитывались при социализме, идут на выборы и смотрят, за кого голосовать. Я говорю, бабушка, ты во сне должна была знать, за кого голосовать. Кто дал тебе квартиру бесплатно, выучил твоих детей и так далее. Другая бабушка говорит, по радио передали будет стабильность. Где стабильность? Почти с 37 годов мы подходим, уже 25 лет с лишним. Так, все развал, 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 цены, цены повышаются и прочее, так, и получается какая-то кутельма. Дальше другая говорит, а мне отдали 500 рублей. Я проголосовала за Единую Россию и за Путина. Я говорю, голосуйте, но деньги, то есть деньги берите, а голосуйте, как считаете нужным. А я же обещала. А кто видел, когда голосало прийти? Никто. Поэтому, дорогие товарищи, то, что мы плохо сейчас живем, и то, что мы никак не можем за 25 с лишним лет восстановить советскую власть, виноваты мы вместе все с вами, потому что мы заблудились и присоединились к телу капитализма. А вот Ленин сейчас смотрит на нас и говорит, не связывайте с Америкой. А Америка, как раз пока она существует, так и будет, потому что Россия имеет большой кусок, большую территорию, и природные ресурсы, нефть, газ и прочее. Поэтому никогда, пока Америка существует, никогда не будет мира и дружбы между народами. Поэтому, дорогие товарищи, давайте объединяться, давайте будем сплощеннее быть. На выборы приходим, надо думать, за кого голосовать, как голосовать и как жить дальше. Ибо наше поколение не скажет нам спасибо, что мы им оставили земля, нефть, газ, железная дорога, авиация, все в частных руках. Так, вон иностранные корабли, вон пришли, смотрите, какие махины. А у нас все еще социалистическое, что было, и так немножко модернизируем. Это не годится, как Владимир Ильич Ленин сказал, это не годится для политической борьбы и революции. Вот так, дорогие товарищи, поэтому давайте будем с вами объединяться и будем думать, как нам дальше жить. Да здравствует маршизм и единиц, да здравствует коммунистическая партия. Спасибо. Что предоставляется марксисту, приехавшему из Лыжонска, товарищу Архарову? Товарищи, я считаю эту власть врагом Советского Союза. Да, враг Советского Союза. Это единицкая-путинская власть. Вместе тем, я считаю эту власть властью буржуев-капиталистов, властью эксплуататоров и угнетателей. И это мнение, уважаемые товарищи, кто считает себя марксистом, ленинцем, надо распространять среди народа, среди населения, чтобы они знали, если они работают и что-то имеют на кусок хлеба с маслом, то они должны знать, что они работают на эксплуататоров, работают на капиталистов, что власть принадлежит капиталистам, что будущее и будущее хлеб с маслом капиталисты, может быть, обеспечат, но капиталисты, империализм должны знать люди. Это источник войны, и это для народа, для трудовых масс, самое главное. Надо призывать народ, трудящихся, всех честных, пусть там каких-то либералов, протестующих, к тому, чтобы избавиться от этой власти. Выборами от этой власти не избавиться. Это не значит, что не надо участвовать в выборах, но надо знать, как говорил Ленин, как говорил Марксман. Мы, коммунисты, написано в Монезвестии, считаем с презренным делом скрывать свои намерения и взгляды. Они говорили, мы открыто заявляем, что избавиться от этого общественного государственного строя можно только насильственным путем. Это не надо забывать. Призывать к восстанию сейчас не призывается. Нас мало. Речь не в этом обороженных, а насильственных действиях речи не может идти. Но надо людям говорить, что нужно избавляться и избавляться. Создавать по месту жительства какие-то ячейки, точки, комитеты, советы, с тем, чтобы выходить периодически на улицы и на улицах призывать к избавлению от этой власти. В интернете, в сети очень много, очень много всех, кто против этой власти. Ну, вплоть до того, что и Навальный. Ленин, он всегда указывал, что есть союзники, и есть союзники, с которыми на определенном этапе надо вставать, вместе идти. Ленин говорил, идти вместе, бить, он говорит, бить вместе, идти в рось. Вместе с Навальновцами, вместе с другими, которые считают, которые хотят избавиться от этой власти, нужно идти вместе, чтобы избавляться. А дальше, когда процесс избавления будет, народ быстро созреет. Ленин говорил, во время революции политическое сознание приходит в течение считанных дней, недель. А когда нет революции, это годами, сознание залеет и может не созреть у нас. Я не призываю, и мы не призываем к насильственным действиям. Но мы должны знать, что вот эти идеи ленинские, мы должны соблюдать. Он говорил, что мы, большевики, не против реформ. То есть, да, мы ценные коммунальные услуги, ЖКХ, и транспорт, зарплату, пенсии, все, да, мы про это должны говорить. Но основное, не надо забывать, что говорить про социализм и говорить, что от этой власти нужно избавляться и призывать. И честному выбору не избавиться. Слава Советскому Союзу! Товарищи, Владимир Ильич Ленин известен всему миру как руководитель, как ученый именно рабочего класса. Он говорил о том, что без партии рабочего класса ничего нельзя сделать в борьбе против буржуазии. Еще когда Марс и Энгельс анализировали события Парижской коммуны, они видели поражение ее в том, что не было той партии, которая могла бы объединить и развивать революционное движение Парижской коммуны. Не было кому взять в руки именно движение рабочего класса. После этих событий в 1848 году вроде классовая борьба утихла. И в отместку Марса и Энгельска появились ученые, которые... И потом они, когда они проанализировали, появились те лица, которые разрабатывали теорию о том, что к социализму можно прийти мирным путем через парламент. И вы знаете о том, что весь второй интернационал, это европейские коммунистично-социал-демократические партии, все они были парламентского типа. И когда уже в России, уже при Ленине начинались события революционные, вопрос стоял о том, какую же составлять партию, такую партию, как во всей Европе, или же ту, которую разработали партии Энгельска. Все говорили о том, что партия должна быть парламентом. Но Ленин сказал слова, что а мы пойдем другим путем. То есть мы создадим революционную большевистскую партию, которая ставит своей целью при помощи революции уничтожить царизм. И что вы думаете, если помните, вообще-то уже на втором съезде, в 1903 году, в связи с тем, что не было единства в партии, были меньширики и большевики, революция 1905-1907 года, она потерпела поражение. Но Ленин не опустил свои руки. Он развивал, укреплял. Мир двигал вперед именно большевистскую партию, партию революции. Мир, как вы знаете, в 1917 году революция успешно завершилась. Большевики взяли в власть. Именно новая партия, партия революции, она им победила. Сегодня мы видим, что наша коммунистическая партия стала на путь тоже в парламентской победе социалистов. Но история показывает, что нет, не было и не будет будущим того, что через парламент мирным путем можно завоевать социалистов. Это совсем недавно показала Молдавская коммунистическая партия, которая в 2001 по 2009 году была руководящей Молдавией и правилом капиталистическим государством. Сегодня она была парламентской, она через парламент победила. Но вот сегодня, в феврале, в этом году, в феврале месяце были парламентские выборы, и партия Молдавская оказалась уже за пределами парламента. То есть коммунисты начинали, как говорится, ведущие партии парламентской, но в конце концов потеряли свое лицо. Левин об этом предупреждал еще, как говорится, свою жизнь в создании партии нового типа. Сегодня наша задача, если мы хотим, как говорится, помнить о Ленине, давать ему память свое, как хорошим организаторе, партию, потому что наша партия революционная, а не парламентская. Вот в этом суде, если это будет революционная партия, это самый лучший подарок для Ленина, который в этом году мы с вами отмечаем за 309 годовщину Центра Дня Рождения. Спасибо, дорогие товарищи. Слово предоставляется председателю Белорусской общественной политической организации защиты Ленина Павлия Ленине-Механом. Уважаемые товарищи, наша организация создана в начале 90-х годов. Крымая общественная организация защиты Ленина. И поэтому в течение вот этого длинного, такого большого периода мы постоянно участвовали в таких мероприятиях и сами организовываем. Я хочу сказать, что в эти последние годы пошло безобразие. Начали в каких-то местах, даже и у нас такое было в России, памятники Портить, памятники Ленину, Марксу. Вот недавно мы прочитали в Лондоне. И не только у нас в России, но и за пределами других государств. Вот мы прочитали в газете, случайно как-то наткнулись, что в Индии дружественной для России, для нас, российских граждан, государстве, и там в одном штате, сама Индия состоится из нескольких штатов, попортили памятник Ленина. Мы узнали об этом. И на адрес, через посольство Индии, на Москву, выслали письмо, объяснили, кто такие, кто такой Ленин. И что у нас дружеские, длительные, многовековые связи между Россией и между Индией. И вот они прислали нам ответ. И я хочу просто довести до вашего слуха, как говорится, до вашего ума, что написали в ответ из Индии, от Индии, на наши требования. Уважаемая, так, госпожа Юджа Пазел, полномочный министр политический отдел посольства Индии из Москвы, уважаемая госпожа Караева, ну это так принято, приветствую вас от лица посольства Индии в Москве. Посольство было получено ваше письмо от 15 мая 2018 года касательно акта вандализма против статуи Ленина в штате Трихура, Индия. По данному вопросу сообщаю, что официальный ответ правительства Индии был направлен в адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ну, это та партия, которая парламентская, так у нас коммунистически много. Предлагаю к настоящему письму копию ответа для ознакомления. С уважением, Юджина Паза. И сейчас я зачитаю вот этот ответ. Извините, неудобно пользоваться. Посольство Индии свидетельствует свое уважение политической фракции КПРФ и со ссылкой на ноту номер 52-23-962-19 марта 2018 года имеет честь заявить следующее. Индия высоко ценит роль КПРФ в продвижении дружественных отношений между Индией и Россией, особенно в советские времена. Это часть нашей общей истории, и никто не может этого изменить. Мы высоко ценим постоянный вклад КПРФ в процесс укрепления дружбы между Индией и Российской Федерацией. Относительно сноса статуи Владимира Ильича Ленина в штате Триппура посольство Индии желает заявить, что на территории Индии есть несколько статуй Владимира Ильича Ленина, что отражает уважение людей к нему. Случай в Триппуре является единичным. После случившегося премьер-министр Индии, господин Нарен на работе и министр внутренних дел Раджанам Сим сделали следующее заявление. Офис премьер-министра 7 марта 2018 года. Премьер-министр Шри на аренда в МОДе строго осудил случаи вандализма в некоторых частях страны и сказал, что будут предприняты жесткие меры против виновных. Сообщалось о случаях сноса статуи в некоторых частях страны. Премьер-министр переговорил с министром внутренних дел Шри Раджанам Симхом относительно этого и выразил сильное недовольство за таких происшествий. Министерство внутренних дел серьезно приняло сведению подобное случай вандализма. Министерство внутренних дел попросило штаты предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий. Люди, завешанные от подобных действий, должны быть строго наказаны в соответствии с относящимся к делу закона. Министерство внутренних дел 7 марта 2018 года в некоторых частях страны сообщают о сносе статок. Обвиненное министерство внутренних дел серьезно приняло сведения подобное случай вандализма. Обвиненное министерство внутренних дел Шри Раджанам Симх выразил сильное недовольство подобными случаями. Министерство внутренних дел попросило штаты предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий. Люди, замешанные от подобных действий, должны быть строго наказаны в соответствии с относящимся к делу законом. Премьер-министр Шри Налендра Модин также переговорил об этом с объединенным министром внутренних дел. Более того, Министерство внутренних дел выпустило несколько распоряжений относительно данного акта. Индийская сторона заверяет КПР, что данное происшествие не будет иметь влияние на традиционное дружественное отношение между народами Индии и России. У Индии и России особое и привилегированное стратегическое партнерство, основанное на строгой преданности руководству обеих стран. Посольство Индии пользуется случаем, чтобы возобновить политическое франции, КПРР, умирение в своем высоком, весьма высоком уважении. И адрес по тому, как это было. Спасибо за внимание. Я хочу прочитать стихотворение нашего поэта Михаила Исаковского, который посвятил его советскому. Коммунистическая партия Советского Союза Я в жизни всем тебе обязан, мне без тебя дороги нет, и я навек с тобою связан с далеких юношеских лет. Ты там еще под отчей крышей и знал, и сердцем чуял я, что не бывает цели выше, чем цель высокая твоя. Ты ум и счастье всех народов, заря вошедший во мре, и мир, и счастье, и свободу ты утверждаешь на земле. И этот путь свой необычный с тобой лишь мог пройти народ, путь от лучины горемычной и до космических высот. И я твой сын и горд, и счастлив, и благодарен я тебе, что хоть немного, но причастен к твоим делам, к твоей судьбе. Спасибо. Резолюцию читаю. Быстро? Товарищи, есть ли еще желающие выступить? Видимо, нет. Слово для защитения резолюции нашего митинга предоставляется Владимиру Николаевичу. Товарищи, Владимир Ильич Ленин своим учением и своей практической деятельностью открыл эпоху революционного перехода человечества от эксплуатационного строя капитализма к строю общественной справедливости, к социализму. Он оставил нам всем, кто борется за этот переход, убежденность в своей исторической правоте и уверенность в своей конечной победе. А еще оставил гордость, что мы совершаем дело, выше которого нет на земле. Боремся за освобождение человека труда от путь эксплуатации, за превращение человека из объекта наживой для всяких паразитов в собственного человека. С целью возврата страны на путь строительства справедливого общества без эксплуатации, завещанного нам Владимиру Ильичом Лениным, мы, трудовой народ города Владивостока, являясь единственным источником власти, согласно статье 3 Конституции Российской Федерации, требуем от президента РФ, правительства и Государственной Думы, отменить антиконституционный закон о повышении пенсионного возраста, как противоречащий Конституции Российской Федерации и направленный против интересов трудящегося населения страны, вместо увеличения возраста выхода на пенсию, повысить доходную часть бюджета и добиться сокращения расходов за счет введения прогрессивного налога на доходы и роскошь, проведение реальной, а не декларированной прибыль с коррупцией на всех уровнях, уменьшение заработной платы до пяти минимальных откладов депутатам всех уровней, чиновникам правительства и органов власти субъектов Федерации и муниципальных органов, принять закон об обязательном ежегодном повышении заработной платы рабочим и служащим, стипендии учащихся на уровень высшей инфляции, ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам, отменить антинародный закон об увеличении НДС до 20%. От губернатора Приворского края, депутатов Законодательного собрания и Городской думы требуем выступить против законов о повышении пенсионного возраста как противоречащих Конституции Российской Федерации, заморозить рост цен на бензин и товары первой необходимости, принять меры для их снижения, усилить контроль за деятельностью органов жилищно-коммунального хозяйства, не допускать ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, отказаться от намерения увеличения платы за проезд в общественном транспорте, заморозить ее на текущем уровне, убрать со зданиям урок зала незаконно установленную памятную доску палачу сибирского народа, наемник в Антанке и согласно определению Верховного Суда Российской Федерации преступнику Колчаку. Слава Владимиру Ильичу Ленину, великому мыслителю, вождю рабочего класса и основателю Советского государства. Имя и дело Ленина будет жить вечно. Товарищи, есть ли поправки, дополнения, засчитанные резолюции? Нет. Есть ли дополнения? Дорогие товарищи, наше правительство говорит, что в бюджете нет денег. Мы, участники митинга, хотим внести в проект нашего митинга такой вопрос, что в стране у нас два правителя, правительство и президент. Нужно сделать так, чтобы был один председатель Совета Министров и основное сокращение, деньги пойдут в бюджет. И второе. Раньше был Верховный Совет. Один. И депутаты собирались на заседание, только на два-три дня приняли законы домой. А сейчас сидят постоянно и принимают антинародные законы и получают помиллионные воли. Поэтому есть предложение и сделать из одной палаты государственную тумбу. А там нижняя палата, верхняя палата. Нижняя палата принимает закон, верхняя утверждает, а потом президент. Зачем? Это игрушка и трата денег, которая отбирается в народы. Поэтому, если они не умеют там считать и не знают, какие деньги, то мы просим внести предложение изменить Конституцию, поставить вопрос в Государственной Думе и оставить одного председателя Совета Министров и Верховный Совет не на постоянной основе. На постоянной основе только председатель, секретарь и сам, и президент, когда надо собирается по плану. Так было и так должно быть. Спасибо. Значит, было предложение, вот, снизу принять резолюцию в целом. Семен Иванович вносит поправку. Семен Иванович, в истинном виде, изложите свою поправку. Есть предложение. Принять поправку Семена Ивановича? Нет. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы принять? Прошу голосовать. Так, прошу. Кто против? Я не знаю. Я не знаю. От меня тебе не дала. Тогда А если бы не хочется предложение принять резолюцию в целом с поправкой Семена Ивановича. Кто за это предложение прошу голосовать? Революция принимается вместе с поправкой. Товарищи предписаны. Товарищи, на этом митинге, считаю закрытым, прошу возложить святы в памятнику Ленина в честь 149-го дочери и его рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова